Я хотел бы предоставить слово единственной женщине среди нас. И я думаю, что она единственная, кто практически каждый ссылался на опыт, на ее опыт. Но уважаемый Александр Поперевич Торшин, он ссылался трижды на совместную работу в рабочей группе по совершенствованию этого вопроса, по пониманию этого вопроса. И, уважаемый Мармадин, мне бы хотелось, чтобы вы ознакомили о работе этой рабочей группы, о том, какие есть проблемы и какое видение в ваш об этом вопросе. Спасибо, Александр Поперевич. Еще один день с мамой, как бы была, уважаемые участники. Александр Поперевич, я думаю, подтвердить, что позиция экспертного сообщества, в частности Российской Ассоциации Экспертов по исламскому финансированию, которую я представляю, здесь несколько разница с позицией регулятора. В частности, необходимости изменения законодательства для развития исламского банкента и рефорторского банкента биофинансов. Об этом мы постоянно ведем дискуссии, обсуждения в рамках заседания рабочей группы. И, со своей стороны, вот и в рамках последнего заседания в январе, которое состоялось, и в рамках кулуарных дискуссий, мы со стороны экспертов, что вы предлагали несколько направлений для развития, в частности, правовой среды в сфере исламского банкента и финансов. И хотелось бы здесь их в том числе озвучить. И мы надеемся, что все-таки в ближайшем будущем выработана некая конкретная, единая концепция направления движения, в том числе при поддержке банка России. Тем более, что, я так понимаю, что есть уже какие-то подвижки в сторону того или иного направления. Последнее из предложений, которое звучало, в частности, от Паузбергбан, это «Регативная песочница», как вы помните, для великой модели развития исламских финансов. Здесь основное возражение, с которым мы столкнулись, было связано с тем, что все-таки формат «Регативная песочница», о которой провалит Центральный банк, это была как большая анти-технология, и не всегда это может быть, скажем так, востребованным форматом для партнерских финансов. Но, тем не менее, в какой-то степени можно рассматривать партнерские финансы как инновационные финансы, как некий новый финансовый инструмент, направленный в том числе в увеличение финансовых ресурсов в экономику страны, в реальный сектор экономики. Поэтому по данному направлению, в частности, мы вели дискуссию в рамках последнего заседания экспертного совета в Ракурус-Туме, с участием также коллег из Центрального банка, из Минфина, и соответствующее предложение было озвучено. И я хочу сказать, что помимо вот этого направления, по которому также будут направлены соответствующие вопросы по итогам дискуссии, вот если говорить о минимальных, скажем так, усилиях, минимальных изменениях в законодательстве, то здесь мы видим два основных момента, на которых стоит обратить внимание. Во-первых, это налоговложение сделки Мурабука, то есть торговое финансирование, там, где идет дважды уплата НДС. И здесь вот мы сейчас идем в диалог экспертного совета Госдумы с Минфином. По той части, в предложении коллег из Деловой России и Альбарса, рассмотрение вот этой наценки, по аналогии с промежуственным кредитом, с точки зрения налоговложения, что в принципе сегодня возможно, но необходимо здесь для этого некое письмо согласия по подтверждению от Минфина, потому что если завтра Минфин скажет, что нет, давайте все-таки облагать налогом дважды сделки, с не кредитом, не о которой 10-летней срочности, то получается, что финансовая организация, которая уже заключила эти сделки, попадает уже задним числом на дополнительные налоги, что, соответственно, не все большие выпадки для всей отрасли. Это то, что касается Мурабука и то, что касается лизинга. Также благодарим коллег из Центрального банка за то, что поделились в концепте изменения законодательства лизинга. Как вы знаете, лизинг или джара – это один из ключевых инструментов исламского финансирования. Так вот, концепция изменения законодательства, которая была на тот момент, в начало апреля, с которым мы знакомились, предполагает очень существенное сужение возможности реализации исламского лизинга или джара для российских компаний. Поэтому, ну, с чем он связан? Это связано с тем, что, в основном, как мы говорим, изменения, инститивированные крупными лизинговыми компаниями российскими, которые заинтересованы в том, чтобы обезопасить себя по своим договорам. И вот если говорить о партнерском лизинге, да, или джара, то здесь единственное пока решение, которое мы можем предложить, и мы сейчас учили вам про заседание экспертного совета, в частности, предложение «Дела в России», это чтобы в каждом, скажем так, существенном пункте изменения звучало, есть ли или нет, наверное, договора. То есть для того, чтобы позволить участникам моего исламских или партнерских финансов предусмотреть, скажем так, право аминодателя добровольно отказаться от каких-то, ну, своих прав, да, изменить эту автологию для того, чтобы соблюсти требования партнерского лизинга, да, например, это связано с авансом и платежами, которое предполагается не возвращать в концепцию, об этом изменится катательство. С точки зрения славы, там, который тоже должен быть засчитан в счет платежей, да, либо если сделок не состоялось, то должен быть возвращен, то есть, ну, должна быть некая справедливость взаимоотношений между лизинодателем и лизинополучателем. Это то, что касается минимальных изменений законодательства. Далее, то, что касается перспектив создания правовой среды для партнерских или исламских финансов. Здесь, в общем, на слайде выделены некоторые основные направления. Основной вопрос, конечно же, это модель развития и бит-лицентрии. Здесь можно анализировать кран, во-первых, это отдельная банковская рецензия для партнерского банка, что, наверное, самый сложный в настоящее время быть для регуляторов. Второй вариант – это отдельная рецензия для банковского окна, так называемой, или исламского окна, то есть, когда в рамках одного банка действуют и сделки обычного коррекционного процентного финансирования, и сделки партнерского или исламского финансирования. Здесь хотелось бы остановиться поподробнее. То есть, это мы говорим, если мы ставим цель диверсификацию банковских услуг для существующих банков, то есть, в рамках существующих банков, крупных российских банков или мелких банков, для того, чтобы позволить этим заниматься в том числе параллельно с услугами не кредитования, а именно финансирования по долговым принципам. Соответственно, если мы ставим такую цель, какой основной риск? Основной риск, и с этим мы столкнулись в том числе на примере в Казани, в Кадарстану, там, где несколько, некоторое время назад был запущен центр партнерского банкинга, и в связи с проблемами уголовного банка и центр партнерского банкинга в том числе был закрыт, причинный закрыт, естественно, никак не связан с проблемой, связанной с исламскими финансами, а связанной с проблемой с ключевым банком. Соответственно, такой же риск мы можем встретить, если козы на этом пути, то есть исламские финансы попадут полностью в зависимость от проблем в существующем в адресском секторе, и любой банк, который будет открывать подобные окна, он будет изначально ставить под угрозу и слышать отзывы о тем, где по своим внутренним причинам проблемы, то есть, если это будет влиять на развитие новой, молодой или еще такой слабой достаточно отрасли. Это основной риск, еще один риск, связан с сложностью контроля, наша компания совместно с ключевыми экспертами в области шариата на российском рынке ведет контроль орудий нескольких исламских финансовых продуктов, которые сегодня есть на российском рынке, и я хочу отметить, что контролировать реализацию продукта даже, казалось бы, относительно простого, может быть, таких продуктов, как банковские карты, достаточно сложно в рамках единой организации, где есть общие инструкции, и где есть общие инструкции по штрафам, пеням и так далее, и сами стандарты АйОфи, о которых вы говорили также, то есть международный стандарт в области исламских финансов, рассматривают, что если речь идет о смешанном институте финансовом, то здесь контроль должен быть усилен, то есть если в отдельной стоящей организации, которая занимается только исламовскими финансами, то должен быть как минимум один человек, который отличает внешний шарядок контроля, можно сказать, эдический контроль, в соответствии заявленную стандарту, то в данном случае это не минимум три человека. То есть риск того, что та или иная информация будет закрыта, со стороны вам, пострадает, что он все-таки присутствует и нельзя запрямить его в глаза. Ну и соответственно, со стороны, если мы говорим об облечении инвесторов, естественно, что инвесторам сложно будет, особенно с рубежным, понимать, как рефиксировать окно, то есть банковский филиал. здесь мы им понятны формы внестицы в настоящую организацию с отдельной действующей лицензией. И если мы говорим, если мы говорим, если мы говорим, если мы говорим, «Существует, естественно, в раппах легальных правовых форум, ООО, и товарищи на вели, или подвелистское общество, или подвелистское общество, или подвелистское фонды, которые будут презентовать свои услуги в следующей сессии, и здесь мы говорим либо о том, чтобы помочь им и снять те препятствия, которые есть, и здесь мы вернемся к тому, что я сказала в начале, то есть снятие проблем с благоположением, слизням, и так далее, то есть без создания специальной лицензии, либо все-таки, как представлено на слайде, если мы ставим целью максимальную защиту рынка, как сами организации, например, здесь можно привести пример, что многие организации работали в форме товарища на вели, где до недавнего времени количество членов было до 10 участников, и буквально 2 лет назад было принято изменение законодательства, что количество участников стало 20, то есть сократилось скорее всего до того, что данная правовая форма редко используется, но естественно, что это откратилось на деятельности данных компаний, которые так, скажем так, достаточно сложно ищут пути и лазейки для того, чтобы работать в соответствии с нормами и расистского скандальства, и с нормами шариата. Соответственно, здесь, если говорить о воденной лицензии, это защитит интересы игроков рынка и интересы, соответственно, вкладчиков, которые будут защищены с точки зрения того, что их не ведут загружения, что это не будет фирма-ододневка, любая новая финансовая модель, к сожалению, она имеет риски к тому, что на рынок придут не совсем добросовестные вероятности, мы должны обеспечить защиту рынка. соответственно, здесь эта модель достаточно жизнеспособна, единственное, что возникнет сразу вопрос, если регулятор будет двигаться по этому направлению, возникнет вопрос о том, что как реализовывать и как формировать партнерство с чисто банковскими институтами, то есть операции подведомены, банковские карты и так далее, это еще на газовой обслуживание, потому что во всем мире все-таки исламский банковинг это универсальный финансовый институт, куда человек приходит и открывает счет, и получает финансирование, и открывает институционный вклад, и так далее, и так далее. Господи, в частности, представлю перечисленные эти моменты, которые необходимо изучить, в том числе межбанковские рынок, и межфинансовый рынок, и таким образом между этими организациями, которые будут действовать в этой теме, будут решаться вопрос о управлении излишками, благодаря ликвидностью, очень важный вопрос вообще на международном и исламских финансах, каким образом будут допускаться и будут допускаться иностранные компании, и каким образом будет осуществляться интеграция с рынком исламских финансов в СНГ, потому что в Казахстане это банки, в Казахстане это банки и микрофинансовые организации, соответственно, в любом случае вопрос интеграции назад и не поздно встанет, соответственно, это тоже нужно думать на перспективу. Ну и вопрос о страховании, также нельзя опускать внимание, я уже так же не буду останавливаться, но с учетом ограниченности времени нужно прерываться, спасибо за внимание, буду рад ответить на вопрос. Спасибо. Спасибо. Спасибо.